Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 13 ноября. Житие Святого Отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского. Святой Иоанн Златоустый, светильник миру, учитель вселенной, столб и утверждение церкви, проповедник покаяния, происходил из Антиохии Сирийской и родился около 347 года. Родители его Секунд и Анфуса принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Секунд был воинским начальником и занимал почетную должность, но он не мог иметь влияние на воспитание сына, так как умер в то время, когда Иоанн был еще малолетним ребенком. Поэтому все заботы о воспитании Иоанна легли на матерь его, благочестивую Анфусу. Лишившись мужа в весьма юном возрасте, ей было тогда около 20 лет, она не пожелала выйти замуж вторично, но всецело посвятила себя воспитанию сына. От нее-то малолетний Иоанн и получил первые уроки христианских истин и благочестий. Утвердив сына в христианской вере, Анфуса отдала его софисту Ливанию и философу Андрогафию для изучения красноречия и философии. Софистами назывались учителя красноречия и адвокаты. Ливаний, как учитель красноречия, пользовался большой известностью. У него учился Юлиан, отступник, а из отцов церкви Василий Великий. Андрогафия известен как один из глубокомысленных и серьезных философов того времени. Потом, когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не просвещенный святым крещением, которое по обычаям того времени принималось в зрелом возрасте, был отправлен в Афины. Афина – это главный город Греции в юго-восточной части Балканского полуострова. По временам Затауста он славился своими философскими школами и школами красноречия. Здесь училось богатое и образованное юношество. Между прочим, здесь учились и некоторые отцы церкви – Василий Великий, Григорий Богослов и другие. Отправлен был в Афины для усовершенствования в красноречии и философии. Обучаясь здесь, Иоанн вскоре превзошел премудростью своих сверстников и многих философов, так как он изучил все греческие книги и науки и сделался мудрым философом и красноречивым оратором. В Афинах он имел в лице философа-анфимии весьма злобного противника себе, последний, завидуя доброй славе Иоанна, злословил его, возбуждая против него ненависть в других. Но святой при помощи Божией посрамил своего противника и вместе с этим обратил многих ко Христу. Случилось это таким образом. Когда Анфимий в споре с Иоанном стал произносить хульные слова на Господа нашего Иисуса Христа, то на него внезапно напал нечистый дух и стал его мучить. Анфимий упал на землю, корчась и извиваясь всем телом и широко раскрывая рот, из которого текла пена. Видя это, все окружающие ужаснулись и многие от страха убежали. Оставшиеся стали умолять Иоанна простить и исцелить бесноватого. Иоанн отвечал, если он не покается и не уверует во Христа Бога, которого хулил, то не исцелится. Анфимий немедленно воскликнул, исповедуя, что ни на небе, ни на земле нет другого Бога, кроме того, которого исповедует Иоанн. Когда он произносил это, нечистый дух вышел из него, и Анфимий стал здоровым. Весь народ, видевший это чудо, взывал, «Велик Бог христианский! Он один творит чудеса!» Святой Иоанн, запретив Анфимии хулить Сына Божия и научив его истинной вере, отостал его к епископу города Афин, и Анфимий принял от него со всем своим семейством святое крещение. Вместе с Анфимием уверовали и крестились также многие из почетных граждан. Узнав, что через посредство Иоанна совершилось это обращение ко Христу Еленов, епископ решил поставить Иоанна в священный сан и удержать его в Афинах, что после смерти самого епископа, так как он весьма уже составился, Иоанн принял архиерейскую кафедру. Блаженный Иоанн, уразумевая это, тайно удалился из Афин и пришел в свое отечество Антиохию. Презирая пустую славу этого суетного мира и все мирские почести, он решил восприять смиренную иноческую жизнь и трудиться для Бога, облегшись в ангельский образ. К этому побуждал святого Иоанна и друг его Василий, урождение с той же Антиохии. Этого Василия не следует смешивать со знаменитым отцом церкви Василием Великим, который был уроженцем Каппадокии и имел уже высокий сан, когда Иоанн был еще отроком. В 370 году он был уже епископом, умер в 379 году. Проводя детские годы вместе, они учились у одних и тех же учителей и питали сильную любовь друг к другу, так как сродны были по душе и отвечались одинаковым характером. Этот Василий, первоначально сам облегшись в иноческий чин, советовал избрать иноческую жизнь и своему сверстнику, святому Иоанну. Послушавшись доброго совета его, Иоанн пожелал немедленно удалиться в монастырь и сделаться иноком, но был удержан матерью. Последняя, узнав о намерении Иоанна, стала говорить ему со слезами. «Чадо, недолго меня радовалась совместная жизнь с Твоим отцом, со смертью которого по божественному изволению наступило Твое сиротство, а Мое вдовство. Но никакое бедствие не могло принудить меня ко второму браку и к тому, чтобы ввести иного мужа в дом отца Твоего. При Божьей помощи я терпеливо переносила несчастье вдовство, получая большую отраду и утешение от непрестанного созерцания Твоего лица, похожего на лицо отца. При этом я не растратила имение отца Твоего, но сохранила его целым для потребностей Твоей жизни. «Итак, умоляю тебя, чадо, не повергни меня во вторичное вдовство и снова не возбуждай Твоим удалением утихшей во мне скорби об отце Твоем. Но дождись смерти моей, которой я день от дня ожидаю. Когда ты похоронишь меня при костях отца Твоего, тогда поступай, как пожелаешь. А теперь останься со мной и подожди немного, пока я еще жива». Под влиянием таких просьб матери Иоанн решился до времени не уходить из дому. Но и оставшись дома, он переменил светлые одежды на убогие и стал вести отшельническую жизнь, проводя время в молитве и изучении Слова Божия. В это время Иоанн сблизился с высоким по своей жизни епископом антиохийским Милетием, который убедил Иоанна поскорее принять крещение и крестивший его поставил церковным чтецом. В этой должности Иоанн пробыл три года. В это время мать Иоанна скончалась. Похоронив ее, Иоанн немедленно раздал нуждающимся все имущество, даровал свободу рабам и рабыням, а сам поселился в монастыре и стал иноком. В больших трудах и подвигах работает для Господа день и ночь. Пояснение. Монастырь этот находился недалеко от Антиохии, в смежных с нею горах. Святой Милетий известен как защитник православия против Ариан. Занимал антиохийскую кафедру с 358 по 381 год. Но не постоянно. Ариане несколько раз изгоняли его, на его место оставили других епископов. Память его совершается 12 февраля. Здесь он написал книги о священстве, о сокрушении сердечным, содержащие в себе много полезного и послания к падшему монаху Феодору. Святой Иоанн имел от Бога дар учительства и благодать Святого Духа, что было открыто одному иноку по имени Исихию, подвязавшемуся в том монастыре. Будучи стар годами, совершен в добродетелях, Исихий имел дар прозорливости. В одну ночь, когда он не спал и молился, он был восхищен умом и созерцал следующее видение. Два благолепных мужа, одетые в белые одежды и сияющие, как солнце. Сошедшие с неба вошли к блаженному Иоанну, когда он стоял на молитве. Один из них держал исписанный свиток, а другой – ключи. Увидав их, Иоанн смутился и поспешил поклониться им до земли. Между тем мужи, взяв Иоанна за руку, подняли его со словами «Уповай и не бойся». Иоанн спросил их «Кто вы, господа мои?» Они немедленно ответили ему «Не бойся, муж желаний, новый Даниил, в котором ради чистоты сердца благоволил вселиться Дух Святой. Мы посланы к тебе великим Учителем, Спасителем нашим Иисусом Христом». Вслед за этими словами один из явившихся мужей протянул свою руку и подал Иоанну свиток, говоря «Возьми этот свиток из руки моей. Я и Иоанн, возлежавший во время тайной вечери на персиях Господа и от него почерпнувший божественные откровения. Господь дарует и тебе знания всей глубины премудрости, дабы ты напитал людей негибнущим брашном учения Христова. И своими устами заградил уста еретиков и иудеев, произносящих хулы на Бога. Другой же протянул к Иоанну свою руку и подал ему ключи со словами «Возьми эти ключи, ибо я Петр, которому вверены ключи царствия. Господь и тебе передает ключи святых церквей, да вы, кого ты свяжешь, тот был связан, а кого разрешишь, разрешен». Блаженный Иоанн снова преклонил свои колена и поклонился явившимся апостолам со словами «Кто я, грешный, самый последний из всех людей, чтобы мне осмелиться взять на себя и нести столь великое и страшное служение?» Но явившиеся святые апостолы снова взяли его за правую руку и поставили на ноги, говоря «Встань на твои ноги, мужайся, крепись и делай то, на что призывает тебя Господь наш Иисус Христос для освящения и утверждения людей Его, ради спасения которых Он пролил свою кровь». «Поучай Слову Божию, с дерзновением вспомни Господа, сказавшего «Не бойся, малое стадо, ибо благоволит Бог ваш дать вам царство». Так и ты не бойся, ибо Христос Бог наш благоволит через тебя осветить многие души и привести их к познанию Его. «За правду ты испытаешь многие бедствия и скорби, но перенеси их, как крепкий адамант, ибо таким путем наследуешь Царствие Божие». Адамант — это алмаз, самый крепкий камень, который разрезает другие камни. Сказав это, явившиеся мужи осенили Иоанна крестным знамением и дав ему лапзание во имя Господа удалились. Преподобный Исихий сказал о виденном им другим опытным в подвигах братьям, и они дивились и прославляли Бога, имеющего в тайне подвязающихся рабов Его. При этом Исихий запретил им рассказывать кому-либо о видении, чтобы не узнал о том Иоанн и не ушел от них, и чтобы они не лишились таким образом сожительства со столь великим угодником Божиим. Блаженный же Иоанн неленостно заботился о своем спасении, трудясь словом и делом. Сам, успешно подвязаясь, он располагал к подвигам других и побуждал ленивых, чтобы они стремились к небесному, умерщвляя свою плоть и порабощая ее духу. Богу угодно, трудясь в монастыре, Блаженный сотворил в сие время много чудес. Один житель Антиохии, богатый и славного рода, сильно страдал головной болью, так что у него выпал правый глаз и висел на щеке. Раздав много имущества искусственным врачам, он не получил от них облегчения. Тогда он, услыхав о святом Иоанне, пришел к нему в монастырь. Приступив к святому, он обнял ноги его, лабызая их и прося у святого исцеления. Святой Иоанн сказал ему, такие болезни постигают людей за их грехи и маловерие. Итак, если ты веруешь всей душою, что Христос силен исцелить тебя и отстанешь от своих грехов, то увидишь славу Божию. Больной отвечал, верую, отче, и сделай все, что ты повелишь мне. Сказав это, он ухватился за одежду блаженного Иоанна и возложил ее на свою голову и на больной глаз. Болезнь немедленно прекратилась, глаз принял надлежащее положение, и человек тот стал здоровым, как бы никогда и не болел. Славя Бога, он возвратился домой. Также и другой человек по имени Архилай, старейшина города Антиохии, страдавший проказой на лице, пришел к святому Иоанну с просьбой об исцелении. Наставив его в истинах веры, Иоанн повелел ему омыть чело водою, которую пьют братья в монастыре. Сделав это, больной очистился от проказы и, оставив мир, стал иноком. Еще некто по имени Евклий, с детства слепой на правый глаз, пришел в тот монастырь, где находился блаженный Иоанн, и принял иноческий образ. Иоанн сказал ему, Бог да исцелит тебя, брат, и да просветит твои душевные и телесные очи. Лишь только святой произнес эти слова, как внезапно прозрел слепой глаз Евклия, и больной получил способность видеть ясно. Узрев это чудо, братья удивились и говорили, поистине Иоанн раб Божий, и в нем обитает Дух Святой. Одна женщина по имени Христина, будучи кровоточива, умоляла своего мужа отвезти ее к святому Иоанну. Посадив жену на осла, муж отправился к монастырю и оставил ее перед монастырскими воротами. А сам вошел к святому и стал умолять его, исцелить его жену от ее немощи. Святой Иоанн сказал тому человеку, скажи своей жене, чтобы она изменила свой злой нрав и перестала быть жестокой в обращении с рабами, памятуя, что и она сотворена из одного брения с ними. И пусть она позаботится о своей душе, раздавая милостыню нищим и не оставляя молитву. Также воздержитесь и сохраняйте себя чистыми в постные и святые дни. И Бог дарует жене твое исцеление. Удалившись, муж рассказал жене своей все, что он слышал от святого. Последняя дала обед со всем усердием до последнего издыхания хранить все повеленное. Муж возвратился к святому и сказал ему об обете жены. Святой же на это отвечал, ступай с миром, Господь уже исцелил ее. Возвратясь к жене своей, муж нашел ее исцеленную, и они с радостью возвратились домой, прославляя Бога. Случилось, что в это время недалеко от монастыря, где подвязался Иоанн, появился свирепый лев, который рыская по дорогам пожирал людей и скот. Много раз жители окрестных селений, собравшись, подстерегали зверя с оружием и стрелами, надеясь убить его, но всякий раз безуспешно. Выходя из Дубравы, зверь нападал на людей с яростью и многих из них убивал на смерть, других ранил так, что они едва могли убежать. А некоторых живыми уносил в свои логовища и там пожирал. Придя к Иоанну, окрестные поселяне возвестили ему об этом и упрашивали его, чтобы он помог им своими молитвами. Иоанн дал просящим деревянный крест, повелевая водрузить его на том месте, откуда выходит зверь. Те так и сделали, и по прошествии нескольких дней заметили, что зверь не появляется. Тогда поселяне отправились ко кресту и увидали там труп льва. Избавлены от такого бедствия силой креста по молитвам святого Иоанна, они возрадовались и прославили угодника Божия. Иоанн пробыл в том монастыре четыре года. Затем, желая большего уединения, он тайно удалился оттуда в пустыню, нашел там пещеру и пробыл в ней в течение двух лет, живя в одиночестве. По прошествии двух лет, истомленный многотрудными подвигами и страдая от холода, Иоанн заболел, так что не мог уже заботиться о себе. Поэтому он вынужден был покинуть пустыню и возвратиться в Антиохию. Это случилось по Божьему смотрению и промышлению о церкви, чтобы таковой светильник не был сокрыт в пустыне, как бы под спудом, но светил всем. Господь попустил Иоанну впасть в недуг, выводя его таким путем от пребывания со зверями к сожительству с людьми, дабы он был полезен не только для себя, но и для других. Когда блаженный Иоанн прибыл в Антиохию, святейший патриарх Милетий принял его с радостью, дал ему помещение, повелел проживать с собою и в скором времени рукоположил его в сан диакона. В этом служении он прожил в течение шести лет. Своей добродетельной жизнью и душеполезными писаниями украшает церковь Божию. За время диаконства святым Иоанном написаны следующие сочинения о девстве, утешении вдове и защите веры против Юлиана. В это время необходимо было святому Милетию отправиться в Константинополь для поставления в патриарх и святого Григория на Зионзина. Вскоре после прибытия туда святой Милетий скончался в Господе. Услыхав о смерти своего патриарха, Иоанн снова оставил Антиохию и удалился в монастырь, в котором пребывал первоначально. Иноки обрадовались его возвращению, устроили духовное торжество, принимая от него обычное учение. Угождая Богу в безмолвие, Иоанн прожил там три года. Престол церкви антиохийской занял Флавиан. Святой Флавиан занимал кафедру антиохийскую по смерти Милетия с 381 по 401 год. Григорий Назианзин, иначе называемый Богословом, родился в 328 году в городе Назианзе, в Каппадокии, в восточной части Малой Азии. Константинопольскую кафедру занимал с 380 по 384 год. На Втором Вселенском соборе он оказался от кафедры, отказался и умер в 391 году. Память его совершается 25 января. Кафедру занимал с 380 по 391 год. Когда Флавиан однажды ночью стоял на молитве, ему явился ангел к Господню и сказал, «Завтра иди в монастырь, в котором пребывает угодник Божий Иоанн, приведи его оттуда в город и поставь пресвитера, ибо он избранный сосуд Божий, и Бог желает обратить через него многие к истинной вере». В то же самое время ангел явился и святому Иоанну, когда он по обычаю своему совершал в келье ночные молитвы и повелел ему идти с Флавианом в город и принять от него посвящение. С наступлением дня патриарх пришел в монастырь. К нему навстречу вышли все иноки вместе с блаженным Иоанном. Поклонившись, они получили от притариарха благословение, а затем с подобающим почетом ввели его в церковь. Совершив святую литургию и причастив всех божественных тайн, патриарх преподал мир братья и, взяв с собой Иоанна, удалился в город. Иноки неутешно рыдали, разлучаясь со святым угодником Божиим. На другой день утром совершенно было посвящение Иоанна в пресвитера. Когда патриарх возложил свою руку на голову его, внезапно появился белый сияющий голубь, который летал над головой святого Иоанна. Патриарх Флавиан и все, находившиеся в храме, ужаснулись и долго дивились. Слух об этом чуде прошел по всей Антиохии, Сирии и окрестным городам. И все, слышавшие, говорили, что такое будет Иоанн, ибо вот с самого начала явилась над ним слава Господне. В сане пресвитера Иоанн еще с большей ревностью заботился о спасении душ человеческих. Раз или два в неделю, а иногда даже каждый день он поучал народ в церкви с амвона, произнося проповеди. Случилось, что, сказав по учению в одной церкви, он шел усталый в соборный храм, где служил епископ, а тот во исполнение общего желания поручил ему снова говорить по учению. Во время своего пресвитерства святой Иоанн произнес множество проповедей, из которых некоторые не дошли до нас. При этом он с высоты церковного амвона с усердием занимался изъяснением священного Писания. Он оставил весьма душеполезные толкования на многие книги Ветхого Завета, а также на Евангелие от Матфея и Иоанна, на книгу деяний апостольских, а особенно же любил он послания апостола языков Павла, и многие из них в своих беседах изъяснил народу. Во время своего пресвитерства Иоанн предлагал беседы на послания апостола Павла к кремлянам, на два послания к Коринфянам, Галатам, Тимофею, Ефесянам, Титу. В своей проповеди святой Иоанн Златоустый часто говорил из устно, к чему весьма удивлялись все жители Антиохии, восхваляя блаженного, так как до этого времени никто не проповедовал Слово Божие без книги или без тетради. Первым таким проповедником был среди них Иоанн. Его поучения были исполнены такой силы, что все слушавшие не могли вдоволь насладиться ими. Вот почему многие скорописцы записывали на хартиях проповеди Иоанна и переписывая передавали их другим. Его поучения читали за трапезами и на площадях, и слушатели поучались из устно словам его, как псалтири. Иоанн был таким сладкоглаголевым оратором и любезным для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его бесед. И когда узнавали, что Иоанн желает беседовать, все с радостью стекались в церковь. Городские правители и судьи оставляли свои занятия, купцы — свои торговлю, ремесленники — свои дела. И поспешно шли слушать учения Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни одного слова, исходящего из уст его. Все считали за великую потерю, когда не удавалось им слышать сладких речей Иоанна. Вот почему ему присвоили различные похвальные наименования. Они звали его Божий и Христово Уста, другие — сладкоглаголевым, а третьи — медоточивым. Случалось, что Блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства, говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для малообразованных слушателей. Однажды некая женщина, слушая и не понимая сказанного, возвысила голос среди народа и сказала Иоанну, «Духовный учитель, а лучше назову Иоанн Златоустый, колодец святого твоего учения глубок, а веревки ума нашего короткие и не могут достичь глубины его». Тогда многие из народа сказали, «Сам Бог устами женщины дал это наименование Иоанну. Пусть же он с этого времени зовется Златоустый». Действительно, с того времени и до сели церковь сохранила это наименование за Иоанном. Рассудив, что неудобно говорить народу хитросплетенные поучения, святой Иоанн с тех пор старался украшать свою беседу неизощренным красноречием, но простыми и нравоучительными словами, дабы и простейший слушатель уразумел и получил пользу. Поучая жителей Антиохии вере и жизни христианской, святой Иоанн Златоустый являлся вместе с тем утешителем своих сограждан во время общественных бедствий. В Антиохии вследствие наложения подати, тяжкой для бедных жителей города, произошло народное возмущение. Разъяренная чернь сбросила стоявшие в городе статуи императора и членов его семьи и разбила их в куски. Но вскоре ужас и отчаяние заступили место неистовой ярости. Антиохийцы стали ждать проявления царского гнева на возмутившихся. С нисходя к просьбам народа, благочестивый святитель антиохийский Флавиан отправился к императору ходатайствовать за провинившийся город. Святого же Иоанна он оставил в городе утешать и врачевать страждущие души. Наступил великий пост, который был для антиохийцев поистине временем покаяния и скорби. Ежедневно святильник Божий Иоанн входил на церковный амвон и обращался к народу с сильным словом утешения и назидания. Он то поддерживал в народе твердость и мужество, то оживлял его надежды на милость императора, то возбуждал в нем упование на будущую жизнь. Вместе с этим он обличал пороки своих сограждан, скупость богатых, любостяжание, распутство, лицемерие, жестокость и суеверие. Говорил, что этими пороками антиохийцы навлекли на город такое несчастье и убеждал их исправиться. Никогда, быть может, великий пост не соблюдался с такой строгостью, не проводился с таким покаянным чувством, охватившим всех жителей. Народ шел толпами в церковь и с жадностью слушали речи Златоустого, находя в них облегчение своей скорби. Между тем, святой Флавиан явился к императору с защитительной речью, и христианский император простил оскорбителей высочайшей власти. Весть о помиловании была привезена Флавианом к самому дню Пасхи. В первый же день праздника святой Иоанн объявил народу благую весть и в заключении сказал «Радуйтесь радостью духовную! Благодарите Бога не только за прекращение бедствий, но и за то, что Он послал их!» Говоря так, святой Иоанн имел в виду значение прекратившихся бедствий для возбуждения в антиохийцах покаянного чувства и пробуждения духовной жизни. Угодник Божий был сильным мужем не только в слове, но и в деле. Силою Христовой Он творил чудеса, исцеляя недужных. Вот некоторые из чудотворений святого. Некая женщина по имени Евклия имела единственного сына, который заболел горячкою и уже был при смерти. Придя к святому, Евклия умоляла его, дабы он исцелил больного. Иоанн, взяв воды, трижи сотворил над нею знамение Святого Креста во имя Святой Троицы и покропил больного. Горячка немедленно прекратилась и, встав здоровым, больной поклонился святому. Начальник крепости в антиохии был один последователь маркианитской ереси, причинявшей много зла благочестивым. Пояснение. Маркианитская ересь получила название от Маркиона, жившего во II веке, по Рождестве Христовым. Маркион учил, что вечен не один Бог, но и вещество, из которого сотворил мир, материя, с его властителем, сатаною. Сотворение мира Маркион приписывал не Богу, но низшему существу, демиургу, который представляет собой нечто среднее между Богом и материи. Душа человека, тоже творение демиурга, отличается всеми свойствами его, то есть она несколько духовнее видимого мира. Но материя стала постепенно поглощать душу. Все старания демиурга спасти человечество от такого поглощения не привели ни к чему. Тогда благий Бог снизошел на землю, принял призрачное тело и открыл себя людям, как Бог милосердия и любви. Но демиург, завидуя его славе, возбудил против него иудеев, которые и распяли спасителя. Но страдания его были призрачны, потому что тело его было духовно. Таким образом, Маркион не признавал искупительных страданий спасителя, и все его дело заключал в одном научении людей божественным истинам. Жена его подверглась лютому недугу, которое не могло искоренить никакое вращество. Когда жесточайшая болезнь усиливалась день ото дня, начальник крепости призвал в свой дом еретиков, упрашивая их, помочь жене его. Еретики беспрестанно по три дня и более молились за больную с большим усердием, но не имели успеха. Тогда жена сказала мужу, «Я слышала про некоего пресвитера по имени Иоанна, проживающего у епископа Флофиана, то, что он ученик Христов, и если он чего просит у Бога, то Бог подаст ему. Умоляю тебя, отведи меня к нему, дабы он помолился о моем выздоровлении, ибо я слышала, что он творит много чудес. Маркианиты же мне нисколько не помогают, и из всего ясно видно нечестие их. Ведь если бы у них была правая вера, то Бог услышал бы их молитву». Муж послушался жены и отправился вместе с нею к православной церкви. Но, будучи еретиком, не осмелился внести ее внутрь, а положил перед церковными дверями и послал к епископу Флофиану и к пресвитеру Иоанну, прося их помолиться Господу Иисусу Христу о здравии жестоко болящей его жены. «Епископ, выйдя к ним и вместе с Иоанном, сказал, «Если вы отречетесь от своей ереси и присоединитесь к Святой Соборной Апостольской Церкви, то получите от Христа Бога исцеление». Когда они это сделали, Иоанн повелел принести воды и попросил Флофиана сотворить на воде крестное знамение. Флофиан исполнил просьбу святого. Иоанн приказал облить сею водою болящую, и та немедленно встала здоровой, прославляя Бога. После этого дивного чуда начальник крепости вместе со своей женой присоединился к Святой Церкви. По поводу этого присоединения была великая радость среди православных. Еретики же весьма смутились и гневались на Иоанна, повсюду распространяя хулые клеветы на него и утверждая, будто он волх и чародей. Но Бог вскоре заградил уста их, наведя на них жестокую казнь. Случилось это таким образом. Во время происшедшего в Антиохии Великого землетрясения обрушился храм, в котором еретики имели свои собрания. Под развалинами храма погибло их великое множество. Из православных же во время этого землетрясения никто не погиб. Видя это, не только оставшиеся в живых еретики, но и язычники познали силу Христову, и наставляемые Святым Иоанном обращались к истинному Богу. По смерти константинопольского патриарха Нектария, преемника Григория Назианзина, долго не могли найти такого человека, который был бы достоин патриаршего престола. Тогда сообщили императору Аркадий об Иоанне, ибо слава о нем распространилась повсюду. Царь тотчас же послал к Флавиану грамоту с повелением отпустить святого в Константинополь. Народ антиохийский, узнав об этом и пламенея любовью к Иоанну, собрался в церкви. Не желая лишиться своего учителя, народ сопротивлялся послам царским, не внимал увещаниям своего патриарха и не допускал увезти Иоанна. Да и сам угодник Божий не желал ехать в Константинополь. По своему смирению, решив, что он не достоин патриаршего сана, узнав об этом, царь изумился и еще сильнее захотел видеть Иоанна на патриаршем престоле. Он приказал области начальнику Востока Астерию тайно увезти Иоанна из Антиохии, что и было исполнено. Когда Иоанн приближался к Константинополю, то ему навстречу вышел весь город со множеством посланных царем вельмож. Царь вместе со священным собором иерархов и народом встретил святого Иоанна с честью, и все радовались возведению на патриарше престол этого светильника церкви. Не радовался только Александрийский патриарх Феофил со своими единомышленниками. Феофил занимал Александрийскую кафедру с 385 по 412 год. Он завидовал славе Иоанна и, ненавидя его, помышлял возвести на патриарший престол своего подвластного пресс-свитера Исидора. Но это не помешало созванию собора, по постановлению которого святой Иоанн был избран на патриаршество. Блаженный возведен был на патриарше престол 26 февраля 398 года. Царь, а за ним все князья и вельможи пришли к Иоанну, желая получить от новопоставленного патриарха благословение. Сотворив молитву о царе и народе и благословив всех, Иоанн отверз свои богоглаголевые уста и предложил душеполезное поучение, в котором наставлял царя неотступно пребывать в православии, отвращаться еретиков, часто ходить в церковь, быть справедливым и милостивым. Он говорил, да знает твое благочестие, что я не побоюсь, когда явится потребность, говорить наставление и обличение для пользы души твоей, подобно тому, как пророк Нафан не боялся обличать согрешение царя Давида. Иоанн наставлял также всех духовных и мирских правителей, их подчиненных, честно исполнять свой долг. Его учительным словом услаждались все слушающие. Когда Иоанн беседовал со своей пастой, в народе оказался один бесноватый, который в припадке бросился на землю и завопил ужасным голосом, так что все бывшие в церкви пришли в ужас. Блаженный Иоанн повелел привести его к себе, сотворил над ним крестное знамение и, изгнал нечистого духа, возвратил бесноватому здравие. Увидав это, царь и весь народ возрадовались и прославили Бога, даровавшего им столь великого светильника, врача душевного и телесного. Приняв церковное управление, святейший патриарх Иоанн стал ревностно пасти словесное стадо Христова, искореняя в людях всякого звания, в особенности среди клириков, худые обычаи, истребляя нечистоту, зависть, неправду и всякое небогоугодное дело. Вместе с этим он осаждал чистоту нравов, любовь, справедливость, милосердие, вконринял в сердца добродетели и своими златооглаголевыми устами наставлял всех в благочестии. Нравственные пороки глубоко оскорбляли святого Иоанна, но искреннее раскаяние заставляло его все прощать. Однажды перед самой Пасхой Иоанн был опечален недостойным поведением народа, который он так любил, и о душевном благе которого так заботился. В среду на страстной неделе поднялась грозная буря. Испуганный народ устремился в храмы, прибегая к милосердию Божию. Начались общественные молитвы и крестные ходы. Бедствие миновало, и уже в страстную пятницу и субботу народ, забыв о посещении Божием, предался веселым зрелищам в сырке и в театре. Возмущенный до глубины души и святой пастырь в первый день Пасхи обратился к неблагодарной пастве знаменитым словом против зрелищ. «Можно ли снести? Можно ли стерпеть? Вам самим жалуюсь на вас!» Так начал блаженный святитель это слово. Ясно и вразумительно изобразил он гибельные действия театра на нравственность и грозил виновным отлучением. Убежденное слово святого проповедника произвело сильное впечатление на народ, любивший его, и вызвало искреннее раскаяние. Не только в Константинополе, но и во всех окрестных городах и селениях святой угодник Божий имел большое попечение о спасении душ человеческих. Он посылал из числа своих клириков опытных, богобоязненных мужей утверждать православие, проповеди слова Божия, истреблять нечестие и ересь и направлять заблудших на путь спасения. Он до основания разорил идольские храмы, стоявшие в течение многих веков в Финикии. Мудро обратил он к православной вере кельтский народ, зараженный арианством, повелев избранным для того пресвятерам и диаконам обучиться кельтскому языку и отправить их к кельтам проповедовать благочестие на их природном наречии. Кельтами назывался многочисленный народ, живший в древнее время в Западной Европе. В нынешней Англии, Испании, Италии, Швейцарии, особенно во Франции, обитали они и в Малой Азии, в области Галатии, где они назывались Галатами. Со временем кельты слились с частью с германцами и древними римлянами, французы, испанцы, итальянцы, англичане. Частью сохранились свою народность и до ныне ирландцы, шотландцы. Таким же образом, Иоанн просветил скифов, живших по Дунаю. Скифы – это греческое название многочисленного народа, жившего в Азии и Европе, по берегам Черного моря, особенно в нынешней Южной России. Он изгнал из стран восточных маркианитскую ересь и озарил светом истинного учения весь мир. В особенности Иоанн имел попечение немощных и убогих, питая алчущих, одевая ноги их, промышляя о сиротах и вдовах. Для спокойствия больных и странников, не имеющих где преклонить голову, он устроял множество больниц, снабжал больных всем необходимым, приставлял слух и врачей и поручил двоим богобоязненным иреям заботиться о них. В то же время сам он прилежно заботился о церковном управлении, с любовью утверждая добрых и наказывая и обличая злых. Во время патриаршества святого Иоанна Златоуста в Константинополе оставалось еще много последователей арианской ереси, которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения. Блаженный помышлял о том, каким бы способом очистить город от этой ереси и уличив удобный случай, сказал царю, «Благочестивый царь, если бы кто вложил в твою корону наряду с находящимися в ней драгоценными камнями, простой камень, темный и нечистый, то не обесчестил ли бы он всей короны?» Царь ответил, «Да, так». Иоанн продолжал, «Так обесчестен и этот город, который, будучи православным, имеет еще в числе своих жителей неверных ариан. И подобно тому, как прогневался бы ты, царь, на бесчестие твоей короны, так всемогущий Бог гневается за сей город, оскверненный арианской ересью. Итак, тебе следует или привести еретиков к единству веры, или же изгнать их из города». Выслушав слова Иоанна, царь приказал немедленно привести к себе всех вождей арианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание веры. Они же стали говорить слова, исполненные нечестие и хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда царь приказал изгнать их из города. По прошествии некоторого времени ариане, имея помощником и ходатаев из числа служащих в царском дворце, людей сановитых, снова стали в воскресные дни входить в город, подходя к своему соборному дому с еретическими песнопениями, которыми они хулили при Святую Троицу. Узнав об этом, святейший патриарх Иоанн, боясь, чтобы кто-нибудь из простого народа не стал участвовать в тех общественных арианских молениях, повелел своему клиру ходить по городу в священных облачениях с песнопениями во славу Пресвятой Троицы, составленным против арианских хульных песней. Для этих ходов были устроены серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами в принесении зажженных свечей. Так возникли впервые крестные ходы. Торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от арианских общественных молений, устраиваемых ими на площадях. Разгневанные эти моряне во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище. В этом побоище несколько человек с той и другой стороны пало мертвыми, а царскому евнуху Врисону, находившемуся среди православных, пробили камнем голову. Узнав об этом, царь весьма разгневался на ариан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город. Таким образом, юридическое злохуление окончательно было изгнано из царствующего града. В Константинополе жил некий воевода, варвар, родом по имени Гайна, храбрый в войнах и пользовавшийся благоволением царя, но в то же время разделявший еретические мысли Ария. Он усердно просил царя дать арианам в городе какую-нибудь церковь. Царь не знал, что отвечать ему, ибо не желал оскорбить его отказом, так как боялся, чтобы Гайна, человек злонравный и свирепый, не возбудил какого-нибудь возмущения в греческом войске, царстве. Поэтому царь сообщил о просьбе Гайны святому патриарху Иоанну. Иоанн сказал царю, позови меня к себе в то время, когда Гайна будет просить себе храм, и я буду отвечать за тебя. И вот на другой день, когда патриар был призван в царские палаты и сидел с царем, Гайна стал просить у царя храм в Константинополе для арианского общества. Он просил это как должное воздаяние за понесенное им во время войн труды и проявленную храбрость. Великий Иоанн заметил ему, «Если ты, Гайна, хочешь молиться в церкви, то войди в какую захочешь и молись, ведь для тебя открыты все церкви в городе». Гайна сказал на это, «Но я другого исповедания, вот почему я желаю вместе с моими единомышленниками иметь отдельный божественный храм в городе, и умоляю царя исполнить мою просьбу. Я понес много трудов воюя за греческое царство, проливая свою кровь и полагая за царя душу». Иоанн отвечал, «За свои труды ты получил воздаяние, большой почет у царя, славу, сан и подарки. Тебе следует поразмыслить, чем ты был прежде, что ты теперь. Как раньше ты был нищим и бесславным, и как ты ныне обогатился и прославился. В каком чине находился ты, проживая на той стороне Дунаи, и в каком теперь? Тогда ты был одним из простых и бедных поселян, одевался в убогие одежды и имел для пропитания один хлеб с водою. А ныне ты, уважаемый и прославляемый воевода, облечен многоценными одеждами, имеешь много золота и серебра, бесчисленные имения, и всем этим ты владеешь благодаря царю. Вот какую награду восприял ты за свои труды. Будь благодарен и продолжай верно служить греческому царству. И наград божественных за служение мирское не проси». Престиженный этими речами Гайна замолчал и больше уже не просил о храме. Царь удивлялся премудрости Иоанна, который немногими словами мог заградить уста дерзкого и исполненного необузданной свирепости варвара. По прошествии года Гайна отложился от царя и, собрав многочисленное войско, пошел войной на Константинополь. Царь, не желая проливать кровь, упросил святого Иоанна выйти к нему и усмирить его кроткими речами. Иоанн, хотя и помнил, что он прогневал Гайну, запретив ему иметь в городе сходбище Арианское, тем не менее, будучи готов за овцы положить свою душу, пошел к гордому варвару. Бог помог рабу своему. Иоанн своими речами усмирил зверообразного человека, из волка обратил его в овцу и, примирив его с царем, возвратился. После этого зимой святой Иоанн, несмотря на нездоровье, отправился в Малую Азию для устроения церковных дел. Там многие епископы продавали священство, взимая деньги за херотонию. Таким был, например, Антоний, митрополит Ефеский. Святой Иоанн не изложил в Малой Азии многих виновных в симонии епископов и лишил должности как тех, кто поставлял за деньги, так и тех, кого поставляли. Симония – это святокупство, когда одни дают, а другие восхищают священную степень не по достоинству, но за деньги. Название симонии произошло от Симона Волхва, который хотел купить у апостола Петра дар Святого Духа, чтобы творить чудеса. Херотония – это рукоположение или посвящение в священный сан. Вместо них он назначил более достойных. Установив порядок в Малой Азии, святой Иоанн возвратился в Константинополь. Живя среди мира в столь высоком сане, блаженный, тем не менее, никогда не оставлял своих первых иноческих подвигов, но свободный от церковных дел время проводил или на молитве, или за чтением божественных книг, затворившись в своей уединенной келье, соблюдая всегда строгий пост и воздержание во всем. Он вкушал только ячменный хлеб и воду, спал весьма мало, да и то не на одре, но стоя. На пиршество и угощение он никуда не ходил. Весь свой ум он посвятил уразумению Божественного Писания, продолжая заниматься составлением изъяснений на послание святого апостола Павла, икону которого имел в своей келье. В это время изъяснял он народу послания апостола-язычников к Колоссянам, а несколько позднее к филиппийцам, фессалоникийцам и евреям. Во время писания и толкования на эти послания у святого Иоанна явилось такое недоумение. «Кто знает, угодно ли это Богу? Уразумел ли я силу этого святого Писания или нет?» И он стал молиться Богу, дабы он возвестил ему о том. Бог услышал молитву своего раба и подал ему следующее знамение. Однажды ночью, затворившись в келе, святой Иоанн при зажженной свече писал толкование. В это время прислуживавший ему Прокол, по просьбе некоего человека, умолявшего о помощи, хотел войти к патриарху. Но предварительно Прокол посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает патриарх. Он увидел его сидящим и пишущим. А какой-то старый, почтенный человек, стоя сзади него, наклонился к уху патриарха и тихо ему говорил. Этот человек во всем был подобен изображению святого Павла на иконе, висевшей перед Иоанном на стене его кельи. Прокол стал ждать, пока не удалится этот человек. Но когда наступило время звона к утренне, человек этот стал невидим. Тоже наблюдал Прокол в течение двух следующих ночей. Наконец он осмелился спросить самого патриарха. «Владыка, кто ночью беседует с тобою?» Иоанн отвечал, «У меня не было никого». Тогда Прокол подробно рассказал ему, как он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал патриарху на ухо, когда тот писал. При этом Прокол описал вид и лицо того, кто являлся. Слушая речи Прокла, Иоанн недоумевал. Между тем Прокол взглянул на изображение апостола Павла на иконе и сказал, «Тот, кого я видел, был похож на изображение на этой иконе». Тут Иоанн понял, что Прокол видел самого святого апостола Павла и удостоверился, что труд его угоден Господу. Он пал на землю и долго молился благодаря Бога. С того времени он восприял еще больше усердия и ревность к писанию божественных книг, которые он оставил после себя церкви как многоценное сокровище. Пояснение. Творения Иоанна Златоустова еще в IV и V веках приобрели большую известность во всем христианском мире. Они хранились как драгоценность в царских чертогах и писались золотыми буквами. До нашего времени многие из его творений не дошли. Тем не менее, от него сохранилось столько творений, сколько не осталось ни от одного отца и учителя церкви. По греческому месослову, всех творений Иоанна Златоуста, дошедших до нашего времени, насчитывалось до 1447 и писем до 244. Больше всего осталось от Иоанна Златоуста проповедей и церковных бесед. Проповеди святого Иоанна поражают своей стройностью, глубиной мысли и разнообразием содержания. Не говорю о других, писал о Златоусте святой Исидор. Сам Ливани, столько известный по красноречию, изумлялся языку знаменитого Иоанна, изяществу его мыслей и силе доказательств. Лучшими из проповедей Златоуста справедливо считаются его беседы к антиохийскому народу о статуях. Слова Евтропии, слово за нищих, слово по удалению из столицы и по возвращению в столицу. Похвальные слова апостолу Павлу. В своих проповедях Иоанн Златоусты предлагал наставление почти о всех частных предметах деятельности христианской. Сверх того, во все продолжение общественного служения своего, святой Иоанн объяснял в беседах Священное Писание. Каждая из объяснительных бесед его состоит из двух частей. В одной он занимается объяснением текстов, слово Божие, в другой нравственным состоянием своих слушателей, предлагает нравственные наставления. Занимаясь объяснением Священного Писания, святой Иоанн оставил, впрочем, немного толкований на Ветхий Завет по сравнению с толкованиями на Новый. Кроме бесед и слов на книгу Бытия, на 8 глав Исаии и на 36 псалмов, немногих бесед на историю Самуила и Саула, ныне известны с именем Златоустого толкования на книгу пророка Даниила и на книгу Иова. В толковании Нового Завета самое первое место занимают антиохийские беседы на Евангелие от Матфея. Наравне с ними по общему суду стоят беседы на послание к римлянам. По точности объяснения слов апостола, высокое место занимает объяснение послания к галатам. После этого к лучшим толкованиям Златоустого надо отнести беседы на первое послание к Коринфянам и на послание к Ефесянам. Собственно, догматических сочинений Златоустого немного, и все они дышат заботливостью его о нравственном состоянии верующих. Среди них должно отметить книгу «Кстагирию», где Иоанн решает вопрос, почему, если есть промысл, страждут праведники. Заслуживают также внимания пять слов о непостижимом, сказанное в обличении еретиков аномеев, которые стремились на основании собственных умствований уяснить отношение Бога Отца к Богу Сыну, и учили, что Сын Божий есть тварное существо и сотворен Отцом из ничего. В словах о непостижимом Иоанн разрушает попытку аномеев уяснить тайну Триединого Божества, и текстами Священного Писания доказывает непостижимость Божию. В семи других словах доказывается единосущая Сына Божия с Богом Отцом. Кроме того, замечательная еще книга Иоанна Златоуса о Святом Духе по учению об исхождении Духа Святого от Отца. В сочинении против иудеев и язычников доказывается божественность учения христианского, исполнением пророчеств и действиями христианского благовестия на сердца людей. А в восьми словах против иудеев показывается, что обряды иудейские отменены, и потому совершать их теперь значит поступать вопреки воле Божией. Известным своими творениями Иоанн Златоуст славен еще и тем, что учредил особый чин литургии, который теперь носит его имя. Святой Прокол, ученик Златоустовый, впоследствии один из его преемников по Константинопольской кафедре, так пишет об этом установлении святого. Святой Василий Великий, поступая с людьми, как с больными, представил литургию в сокращенном виде. Спустя немного времени отец наш, златый по языку Иоанн, с одной стороны, как добрый пастырь, ревностно заботясь о спасении овец, с другой, взирая на слабость человеческой природы, решился исторгнуть с корнем всякий предлог сатанинский. Потому он, опустив многое, учредил совершение литургии сокращеннейшее, чтобы люди мало-помалу вовсе не отстали от апостольского и божественного предания. Сокращенная Иоанном литургия первоначально не имела всех песнопений, какие она имеет теперь. Некоторые из них вошли после святого Иоанна, но они не изменили существенного состава златоустовой литургии, потому что относятся или к первой части литургии, известной под названием «Литургия оглашенных», или к той, которая следует за совершением Евхаристии. В настоящее время литургия Иоанна златоуства чаще других совершается в христианских церквах православного Востока. Конец пояснения. Иоанн, великий учитель всего мира, без всякого колебания обличал несправедливости, защищал обиженных, а царя и царица убеждал никого не обижать, но поступать по справедливости. Вельможам и людям высокого сана, расхищающим чужое имущество и огорчающим бедных, он угрожал судом Божиим. За это против него стали враждовать многие мирские властители, осуждаемые своей совестью, но не желая отрешиться от своих пороков, они гневались на Иоанна. Сердце их окаменело, им тяжело было слушать слово святого, и вот они затаили в себе злобу на него. Ненавистники старались всячески чернить святого, рассказывая, что патриарх в своих проповедях в церкви не поучает, но оскорбляет и обвиняет царя и царису и все власти. К тому же его называли еще не милосердным по следующей причине. В царском дворце находился некий евнов по имени Евтропий, начальник царских постельников. Он сумел вкрасть их в доверие к царю и сделался его любимцем. Преследуя своих врагов, он уговорил царя издать закон, которым бы уничтожался один древний обычай, состоявший в следующем. Люди, чем-нибудь нарушившие гражданские законы, присужденные к смерти, укрывались в церкви, как некогда у израильтян, в города-убежище, и в церквах спасались от смертной казни. Уничтожение этого обычая было весьма прискорбно для святого Иоанна Златоустого. И он, считая это дело насилием над церковью, обличал Евтропий, обвиняя его в жестокости и попрании церковных установлений. Спустя немного времени сам Евтропий впал в яму, которую он выкопал для других, и закололся тем самым мечом, который наточил для других. По случаю какого-то важного проступка, царь весьма разгневался на него, и Евтропий был приговорен к смертной казни. Тогда Евтропий убежал в церковь и скрылся в алтаре под престолом. Блаженный же Иоанн, восседая на Амвоне, откуда он обыкновенно поучал народ, направил, как весьма строгий ревнитель, обличительное слово на Евтропия. Он говорил, что было бы справедливо, если бы новоустановленный несправедливый закон и он испытал на себе тот самый человек, который изобрел и установил его. Враги Иоанна, подхватив это слово, стали порицать святого, укоряя его в немилосердии. Таким образом, мало-помалу, они раздражали сердца многих людей и возбуждали в них гнев на Иоанна. Тем не менее, своим ходатайством перед императором, несмотря на противодействие императрицы Евдоксии, Иоанн Затаус и спас Евтропия, на этот раз от заслуженной кары. Впоследствии Евтропий, однако, был сослан и подвергнут смертной казни. Среди недовольных святым угодником Божиим находилось немало и клириков, живших порочно, так как он изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви. Особенно же они были раздражены поступком некого диакона Серапиона. Последний, благоверно служа при патриархии и живя благочестиво, однажды в присутствии всех клириков сказал святому, «Владыка, ты не исправишь этих, если не разгонишь всех их жезлом». На эти слова его многие разгневались и стали дурно говорить в народе о святом патриархе, возводя хулы на него, который был достоин всяких похвал. Недовольство и вражда против святого Иоанна проявлялось и в высшем духовенстве. К числу недовольных святым Иоанном епископов принадлежал некто северян, митрополит Гевальский. Сначала он пользовался любовью Иоанна, которая, отправляясь в Малую Азию для устройства тамошних церковных дел, поручил ему управление своей паствою. Управляя во время отсутствия угодника Божия Константинопольскую церковью, северян постарался возбудить против него неудовольствие и происками вошел в милость при царском дворе, надеясь таким образом занять место Златоустого. Вместе с этим он превысил свою власть и допустил в управление некоторые беспорядки. Возвратившись, святой Иоанн сразу понял всю низость и коварство северяна и за сделанные им беспорядки хотел удалить его из столицы. Но за северяна вступилась императрица Евдоксия, и по просьбе ее Иоанн искренне примирился с ним и простил его. Северян же остался в душе таким же, каким был прежде, и втайне продолжал питать злобу против Златоустого. Святой знал про окружавшую его злобу, но не обращал на нее внимания, ибо чем больше его хулили, тем сильнее процветала слава его. Он стал известным даже в отдаленных странах, и многие приходили издалека, желая видеть святого и слушать его учения. При такой славе Златоустого злоба всех врагов его была бы для него не опасна, если бы в числе враждовавших на святого не находилась сама царица Евдоксия. Это был самый опасный и самый упорный враг святого угодника Божия, ненавидевший его всей душой и своею. Все речи Иоанна о сребролюбцах и расхищающих чужое, которое он обращал ко всем вообще, царица относила к себе и думала, что Иоанн ее одну обличает и оскорбляет, ибо она была весьма сребролюбива и одержима ненасытной жадностью к золоту, которое она насильственно отнимала у многих. Гневаясь на блаженного угодника Божия, царица начала помышлять о том, каким бы образом ни зложить его с патриаршества. В то время в Константинополе находился один знатный муж по имени Феодорих, владевший большим богатством. Завидуя ему и желая присвоить себе его имущество, царица искала обвинения против него, но не находила, потому что Феодорих был человек достойный и честный. Не имея возможности причинить ему насилие, царица изобрела хитрость. Она призвала Феодориха к себе и сказала ему, «Ты знаешь, сколь большую убыль постоянно терпит царское имущество, как много раздается золото охраняющему царство войску, и как бесчисленны те, которые ежедневно кормятся от царских сокровищ. Вот почему в настоящее время казна наша несколько истощилась. И так дай, взаймыв царские сокровищницы, часть твоего имущества, этим ты приобретешь у нас расположение. Со временем же получишь то, что отдашь ныне». Феодорих понял, что царица хочет воспользоваться его имуществом не для пополнения царской казны, а для удовлетворения своего ненасытного сребролюбия. Поэтому он отправился к блаженному Иоанну, сообщил ему о всем намерении царицы и слезно умолял святого оказать ему свою помощь и содействие. Иоанн немедленно послал царице письмо, увещевая ее добрыми и кроткими словами, не причинять обиды Феодориху. Царица, хотя и гневалась на патриарха, но в тот раз поступила согласно его желанию. Она устыдилась премудрых его речей и дала обещание не причинять Феодориху никакого зла. После сего Феодорих, внимая златоглаголевым устам святого, поучавшим о милостыне, и советовавшим не на земле скрывать сокровища, где его может отнять рука завистливых, но на небе, где никто не будет ни завидовать, ни отнимать, решила отдать свое богатство царю небесному. Оставив себе небольшую часть имущества для прокормления семьи, все прочее большое состояние свое он пожертвовал в церковную страноприимницу для пропитания странников, бедных и больных. Услыхав об этом, царица весьма разгневалась и послала сказать блаженному Яну, «Святый патриарх, я по твоему совету ничего не взяла у патриции Феодориха для потребности нашего царства, а ты похитил его имущество для собственного обогащения. Неприличнее ли было бы это имущество взять нам, а не тебе, так как Феодорих обогатился на царской службе? Почему ты не стал подражать нам? Как мы ничего не взяли у Феодориха, так и тебе не следовало брать его имений». На эти слова Иоанн написал царице следующее, «Я думаю, для тебя не тайна, что если бы я желал богатства, то ничто не воспрепятствовало бы мне иметь его, ибо я имел благородных, сыновитых и богатых родителей, но я добровольно отказался от богатства. Ты утверждаешь, что имущество Феодориха я взял для своего обогащения, но знай, что Феодорих мне ничего не дал, да если бы и давал, то я не взял бы у него. Своё богатство он отдал Христу, раздавая милостыню нищим и убогим, и он хорошо поступил, ибо от Христа старицу воспримет в грядущем веке. Я желал бы, чтобы и ты, подражая Феодориху, хранила свои имения на небеси, дабы, когда обнищаешь, была принята в вечные обители. Если же ты замышляешь отнять у Христа то, что отдал ему Феодорих, то что нам до того? Ибо, как увидишь сама, ты оскорбишь не нас, а самого Христа. Прочитав это письмо Иоанна, царица еще сильнее разгневалась и стала искать случая отмстить святому. В то время в Константинополь прибыла из Александрии одна вдова по имени Калитропа по следующему делу. Когда в Александрии областеначальником был Павликий, имевший сан Августа, этот титул давался высшим начальникам областей в отличие от старостепенных. Некоторые завистливые люди подонесли ему, будто Калитропа имеет много золота. Павликий же был весьма златолюбив. Ложно обвинив Калитропу, он повелел взять вдову и вынуждал ее заплатить ему 500 золотых монет. Не имея таких денег, вдова отдала под заклад соседям все, что у нее было, и с трудом, набрав 500 золотых монет, вручила их областеначальнику. Скоро Павликий за свои несправедливые дела был лишен сана и отправлен в Константинополь на допрос. Туда же отправилась за ним и бедная вдова. Пришедший к царю, она пала перед ним со слезами и воплем жалуясь на Павлике, что он насильственно взял у нее 500 монет золота. Царь приказал Константинопольскому градоначальнику произвести по этому делу расследование. Но градоначальник, держа сторону Павлики, оправдал его, а вдову отпустил ни с чем. Еще более оскорбленной этим, вдова прибегла к царице и рассказала ей всю свою беду, просила у нее милости и помощи. Златолюбивая царица была рада такому случаю, ибо надеялась через это дело приобрести для себя много золота. И вот она немедленно призвала Павлике с гневом, изобличила его в грабеже чужого имущества и в оскорблении бедной вдовы и приказала держать его под стражей до тех пор, пока он не заплатит 100 литр золота. Павлики, видя, что не избежать ему рук царицы, послал к себе домой принести столько золота, сколько требует царица, и передал ей 100 литр золота. Из всех этих денег царица передала вдове только 36 золотых монет и отпустила ее, а все остальное взяла себе. Вдова ушла от царицы с плачем, оскорбленная таким несправедливым решением. Тут она услыхала о защитнике обидимых к святому Иоанне. Явившись к нему, она подробно поведала о том, что причинили ей Павлики и царица. Успокоив плачущую вдовицу, святой Иоанн послал за Павликием и, пригласив его в церковь, сказал ему, «Нам известно о несправедливостях, какие ты, не боясь Бога, сделал, оскорбляя бедных и насилием отнимая чужие имения, как поступил ты и с этой бедной вдовицей. Мы призвали тебя за тем, чтобы ты отдал 500 златниц той, которую ты несправедливо обидел. Итак, отдай ей, дабы она могла возвратить взятые ей у взаимодавцев и не погибла бы вместе со своими детьми в крайней нищете. Тогда и ты освободишься от своего греха и умилостивишь Бога, которого ты прогневал и который отмстит тебе за оскорбление сирот, если не раскаешься». Павлики отвечал, «Владыка, эта вдова причинила мне несравненно большую обиду, чем я ей, ибо, жалуясь на меня царице, она отняла у меня 100 литр золота, чего же еще больше она хочет от меня. Пусть она идет к царице и берет свое у нее». Святой сказал ему на это, «Если царица и взяла у тебя столько золота, то вдова еще не получила своего, и потому она не виновата в обиде, причиненной тебе, царице. Царица взяла у тебя 100 литр золота не столько за обиду вдовы, сколько за другие твои грабительства, которые ты совершал, состоя при власти. Не клевещи на царицу. Я заверяю тебя, что ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь вдовице всего, что ты взял у ней до последней златницы. А те 36 золотых монет, которые дала ей царица, «Пусть останутся у нее на издержке в дороге». Когда царица узнала, что Ян задержал Павликия в церкви, она послала к Иоанну с повелением отпустить Павликия, так как она взяла у него достаточно золота. Но Иоанн отвечал посланным, «Павликия не будет выпущена отсюда до тех пор, пока не отдаст бедной женщине взятого». Царица вторично послала к святому с требованием отпустить Павликия. Но святой отвечал, «Если царица желает, чтобы я отпустил его, то пусть отошлет этой вдовице пятьсот золотых монет». Это для нее не представит большого затруднения, потому что она взяла у Павликия гораздо более сто литр золота. Услыхав это, царица исполнилась ярости и немедленно отправила двух сотников с двумя стами воинов, чтобы они вывели Павликия из церкви насильно. Но когда воины приблизились к церковным дверям, им внезапно явился стоявший в дверях ангел Господень, который держал в своей руке обнаженный меч и загораживал им вход. Увидав грозного ангела, воины убоялись и бежали. С трепетом они возвратились к царице и сообщили ей о явлении ангела. Она же, услыхав об этом, ужаснулась и более не осмелилась посылать Киану за Павликием. Видя, что царица не помогла ему, Павликий послал в свой дом за золотом, отдал вдове пятьсот золотых монет и был выпущен из церкви. Получив свое, вдовица с радостью вернулась в свой город. Царица, между тем, не переставала гневаться на блаженного Иоанна. Злоба наугодника Божия день от дня увеличилась в ее сердце. Однажды она послала к святому Иоанну своих слуг, повелевым передать ему следующие слова. «Перестань противиться нам и не касайся наших царских дел, ибо и мы не касаемся церковных дел, но предоставляем тебе самому устраивать их. Перестань выставлять меня притчей для всех, говоря обо мне и обличая меня. До сих пор я считала тебя за отца и воздавала тебе подобающий почет. Но если отныне ты не исправишься и не станешь лучше относиться ко мне, я не потерплю тебя более». Выслушав эти речи царицы, блаженный Иоанн весьма опечалился и, тяжко вздохнув, сказал посланным, «Царица желает, чтобы я походил на мертвого, не замечал совершаемых несправедливостей, не слушал голоса обижаемых, плачущих, воздыхающих, не говорил об лечении против согрешающих. Но так как я епископ и мне вручено попечение о душах, то я должен на все смотреть недремлющим оком, выслушивать просьбы всех, всех учить, наставлять и обличать. Ведь я знаю, что если я не буду обличать беззаконие и наказывать беззаконнующих, то подвергнусь наказанию и потому боюсь, как бы ко мне не были приложимы слова пророка Осии, с крыши жерцы путь Господень. Ибо божественный апостол повелевает перед всеми изобличать согрешающего, дабы и другие имели страх. Осия 6.9 И тот же апостол учит, говоря, настой во времени и во время, обличая, запрещай, увещевай. Я обличаю беззаконие, а не беззаконнующих. Никому не говорил я в лицо о его беззаконии, никого не запятнал бесчестием и никого не упоминал в проповедях имени царицы для обличения ее никогда. Но я всех вообще получал воздерживаться от зла и не обижать ближних. Если же кого из слушающих мои поучения осуждает совесть за содеянные им дурные дела, то ему подобает гневаться не на меня, но на себя самого. И пусть он уклонится от зла и сотворит благое. Если царица не сознает за собою зла, не того, что она кого-нибудь обидела, то почему она гневается на меня, поучающего народ уклоняться от всякой неправды? Ей следовало бы лучше радоваться, что она не сделала неправды и что я нелезно проповедую спасение людям, над которыми она царствует. Если же она виновна в тех грехах, которые я стараюсь учительными словами искоренить в сердцах человеческих, то пусть знает, что не ее обличаю или причиняю ей бесчестие, не я, но изобличают ее творимые ею дела, которые приносят душею великое бесчестие и стыд. Итак, пусть царица гневается, как хочет, а я не перестану говорить правду. Ведь для меня лучше прогневать людей, чем Бога. Если бы я человеком угождал, то не был бы рабом Христовым. Сказав это послалом, святой отпустил их. Они же, возвратившись к царице, передали ей все, что слышали. Тогда царица еще сильнее разгневалась на блаженного Иоанна. Ни одна царица враждовала против святого, но и многие другие жившие нечестиво. У него были враги не только в Константинополе, но и в более отдаленных странах. В числе последних были следующие. Александрийский патриарх Феофил, который с самого начала не взлюбил Иоанна и не желал его посвящения на патриаршество, Акакий, епископ Берийский, Севериан Гивальский и Антиох Пталимаицкий. А в Константинополе два пресвитера, пять дьяконов, многие из царских чиновников и три известные богатые вдовы нечестиво живущие Марса, Кастрица и Евграфия. Все они, ненавистники Иоанна, совещались между собой и изыскивали против него обвинения, чтобы оклеветать его перед народом. Прежде всего, они послали в Антиохию разузнать, не совершил ли Иоанн какого-либо дурного поступка, хотя бы в детстве. Но исчезоша, испытающая испытания, Псалом 63,7, и не обрели они ничего, чтобы можно было поставить в вину святому угоднику Божию. После этого они послали в Александрию к Феофилу, хитрому лжецу и наветнику. Но и тот ничего не мог найти в обличении святого Иоанна, который сиял добродетелями, как солнце. Однако Феофил, научаемый сатаною, ревностно старался о том, как бы не зложить Иоанна с престола, чего он и достиг, имея помощницей, царицу и прочих дурных людей. Изгнание Иоанна произошло при таких обстоятельствах. В Александрии находился прессвитер по имени Исидор, бывший ксенодором, то есть кормильцем странников, человек святой жизни и премудрый. Он был уже стар, имея от рода 80 лет. В прессвитеры он был поставлен святым Афанасием, великим патриархом Александрийским. Против этого-то Исидора Феофил имел вражду из-за Александрийского прессвитера Петра, так как Феофил намеревался того Петра без вины лишить сана и отлучить от церкви. А Исидор защищал Петра и доказывал, что взводимое на последнее обвинение несправедливо. Поэтому Феофил стал гневаться и на Исидора и отлучив от церкви Петра стал искать улик против Исидора, чтобы его отлучить от церкви. В то время некая вдова по имени Феодотия пожертвовала Исидору тысячу золотых монет, чтобы он эти деньги одевал находящихся в Александрии нищих, сирот и убогих вдовиц. При этом вдова просила Исидора не говорить о том патриарху и убрал золото и не затратил его на предпринятые им каменные постройки. Получив золото, Исидор поступил так, как просила его Феодотия и ничего не сказал Феофилу. Тем не менее Феофил узнал от кого-то, что Исидор получил от Феодотии тысячу золотых монет и истратил их на потребности бедных без его Феофила ведома. Златолюбивый Феофил сильно прогневался за это на Исидора и возвел на него несправедливое обвинение в противоестественном грехе. Подкрепление своего обвинения Феофил подыскал лжесвидетелей. Но невинный Исидор был оправдан. Впрочем, по необузданной злобе своей Феофил все-таки лишил его пресвитерского сана и с побоями и бесчестием изгнал из Клира. Пострадав, невинный Исидор покинул Александрию и удалился пустынно жительствовать в Нитрийскую гору, в которой он жил ранее, будучи еще молодым. Заключившись здесь в одной хижине, он молился Богу, терпеливо перенося свое бесчестие. В то время в египетских монастырях жили четыре брата, люди добродетельные и боящиеся Бога, которые всю свою жизнь проводили в посте и иноческих трудах. Имена их были следующие Диаскор, Аммоний, Евсевий и Ефимий. А прозывались они долгими, так как все они отличались большим ростом. Эти братья за свою добродетельную жизнь были почитаемы не только жителями Александрии, но и самим Феофилом. Одного из них именно Диаскора. Он против его желания назначил епископом гермопольским, а двух братьев его Аммоне и Ефиме упросил поселиться с ним в патриархии и принудил их принять священнический сан. Пребывая в патриархии при Феофиле, они увидели, что последний живет не по заповедям Божьим, более любит золото, чем Бога и творит большие несправедливости. Поэтому они не пожелали оставаться с патриархом, но покинув его, снова возвратились к отшельнической жизни. Уразумев причину их удаления, Феофил весьма на них обиделся, переменил любовь, которую питал к ним на злобу и стал помышлять о том, как бы отмстить им. Сначала он распустил слух, будто долгие вместе с нездержанным Исидором придерживаются оригеновой ереси и соблазнили это ереси многих чернорисов. Затем он послал к ближайшим епископам повеление немедленно удалить старейших чернорисов из Нитрийской пустыни, не указывая основания для такого распоряжения. Пояснение Нитрия к югу от Александрии на запад от реки Нила близ Ливийской пустыни. Название горы получилось от обилия Нитры или Селитры в озерах, примыкавших к горе. Ориген родился около 180-го года по Рождестве Христов умер в 254-м году. Наставник Александрийского училища, один из величайших ученых своего времени. Сами языческие философы отзывались об Оригене, что он превосходит их своей мудростью. Ориген оставил после себя много сочинений, из которых некоторые дошли до нас в отрывках. Главным образом он известен своими толкованиями Священного Писания. Известно также его сочинения против Цельса, где он отстаивает истинной христианской веры. К сожалению, в своих сочинениях Ориген иногда допускал произвольные мысли, неразделяемые церковью, хотя высказывал их не как положительное учение церкви, а как свои личные предположения. Так он не совсем точно учил об отношениях лиц Святой Троицы и говорил, что дьявол, если бы захотел, то мог бы спастись, что души человеческие созданы прежде творения видимого мира и прочее. Горячие последователи Оригена, которых у него было очень много и в Александрии, и в Палестине, часто развивали эти мысли до крайности. Эти последователи назывались Оригенитами, а их мнение Оригеновской ересью. Затем он послал к ближайшим епископам повеление немедленно удалить старейших чернорисов из Нитрийской пустыни, не указывая оснований для такого распоряжения. Когда епископы поступили согласно с приказанием патриарха, изгнав с гор и из пустынь всех благочестивых и богоугодных подвижников, то изгнанные, собравшись вместе и придя в Александрию к патриарху, умоляли его сообщить ему, за что они осуждены и изгнаны из мест своего жительства. Патриарх в безумном гневе бросился на них как бы бесноватый и закинув амафор на шею Аммония стал бить его с лица «Еретик! Проклини Оригена!» Амафор буквально наплечник, раменосник, одно из облачений епископских, возлагаемое на рамена и спускаемое спереди и сзади. Причинив побои Аммония та же и другим, Феофил не только не позволил им в своем присутствии что-либо говорить, но всех с бесчестием прогнал от себя. Они же, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, Феофилу возвратились в свои хижины, мало обращая внимания на ярость и беснование своего патриарха. Созвал ближайших епископов, Феофил предал Анафеме четырех невинных иноков Аммония, Евсевия и Ефимия, братьев Диаскора, а также вышеупомянутого блаженного Исидора, не расследовав исповедание их веры. Но злоба его этим не укоротилась. Он сам написал против них много ложных обвинений в ереси, волхвованиях и многих иных тяжких грехах. Затем, подкупив клеветников и лжесвидетелей, передал им эти ложные обвинения, приказывая, чтобы клеветники подошли к нему, когда он в праздник будет получать народ в церкви. Подали ему написанные против вышеупомянутых черналистов обвинения и выставили лжесвидетелей. Когда все произошло таким образом, патриарх повелел ложные обвинения прочесть в соборе, потом он показал эти обвинения градоначальнику, взял у него около 500 воинов и отправился с ними в Нитрийскую гору с намерением изгнать из египетской области Исидора братьев Диаскора и всех их учеников, как еретиков и волхвов. При помощи войск Феофил сначала сверг с епископского престола Диаскора, а затем напоив солдат вином, напал ночью на Нитрийскую гору и прежде всех искал Исидора и братьев Диаскора Аммония, Евсевия и Фимия, не найдя их, ибо они укрылись в одном глубоком рве. Он приказал воинам напасть на всех чернорисов, сжечь их жилища и разграбив все их скудное имущество, одежду и пищу. Пьяные солдаты, устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушив в дыме и в огне до 10 тысяч святых постников в 10 день июля месяца, когда в святой церкви совершается память их. Остальные иноки разбежались, скрываясь где кто мог. После этого Феофил удалился в Александрию. Оставшиеся после сего погрома иноки собрались вместе и после долгого плача о своих убитых отцах и братьях разошлись кто куда хотел. Диаскор же со своими братьями Блаженные Сидоры многие другие чернорисцы, просиявшие в посте и добродетелях и почтенные от Бога даром чудотворения, в глубокой печали удалились в Палестину. При этом для них не то было горько, что они обижены и изгнаны, но то, что они без вины отлучены Феофилом от церкви и причислены к еретикам. Но и в Палестине Феофил не оставил их в покое. Он немедленно послал к палестинским епископам со словами «Не следует вам без моего согласия принимать отлученных и убежавших от меня». Тогда изгнанные, не зная куда обратиться, отправились в Константинополь к святому Яну Златоусту как к надежному пристанищу и, припав к ногам его, со слезами умоляли оказать им милость и помощь. Видя 50 уважаемых мужей в таком несчастье, Ян пожалел о них и прослезился. Затем, узнав, почему они претерпели такую напасть от Феофила, утешил их ласковыми словами и успокоил, предоставив им помещение при церкви святой Анастасии. Содержание им давал не только святой Иоанн, но и святая олимпиада деканистца, которая доставляла им все необходимое из своих средств. Эта деканистца все свое богатство обратила на то, чтобы нищие и странники имели покой и все потребное для жизни. Она поистине была святая. Святы были и те чернорисы, память некоторых из них церковь почтила впоследствии празднованием. Среди них особенно выдавался некто именем Иеракс, в течение многих лет одиноко проживший в пустыне, которого бесы так искушали. Старец, ты проживешь еще пятьдесят лет, как ты столь долгое время будешь жить в пустыне? Он же уразумевых обольщения сказал, вы мне печаль причиняете, предсказывая мне столь кратковременную жизнь, а я ведь приготовился претерпевать лишения в этой пустыне в течение двухсот лет. Услышав это, бесы убежали посрамленными. Вот такого-то отца, которого не могли поколебать бесы, изгнал Феофил Александрийский. В числе святых чернорисов был еще Исаак пресвитер, сведущий в Божественном Писании ученик святого Макария, непорочный от материнской утробы, ибо он был принесен в пустыню пятилетним и там вырос. Святой Макарий Египетский родился около 301 года, умер в 391 году, подвязался в Скидской пустыне в 24 часах ходьбы от Нитрии. Память его совершается 19 января. Да и все те, изгнанные Феофилом чернорисы, были святы и преподобны. Млаженный Иоанн высоко почитал их и не возбранял им посещать церковь, хотя не допускал до святого причастия, пока сам он подробно не уяснит причины их отлучения от церкви и не примирит их с Феофилом. Он удерживал их, чтобы они ничего не говорили о своей обиде царю и не жаловались на Феофила, обещаясь и позволил тем чернорисам мирно проживать в своих кельях в Египте и снова принял их в лоно Христовой Церкви. Между тем слухи о том, что Иоанн принял изгнанных иноков в общение с собой, дошли до Феофила. Вместе с тем некоторые клеветники говорили ему, будто бы константинопольский епископ допустил их до причастия, что было неверно. За это Феофил сильно прогневался на Иоанна и послал к нему дерзкое послание, обвиняя в нарушении церковных постановлений. 32-е апостольское правило гласит, что отлученному каким-нибудь епископам не подобает в общении прияту быть и иным. То же требование высказывает и 5-е правило Первого Вселенского Собора. Однако Иоанн после этого вторично послал Феофилу миролюбивое писание, упрашивая его прекратить гнев и не запрещать инокам пребывать там, откуда они изгнаны. Но Феофил грубее прежнего ответил Иоанну и стал гневаться на него больше, чем на этих чернорисов. Только тогда чернорисы написали царю жалобу, где описали все свои бедствия, которые невинно претерпели от Феофила. Свою жалобу они подали царю в то время, когда тот находился в церкви. Сожалея о несчастье столь честных и добродетельных иноков. Царь тотчас же послал к Александрийскому области начальнику предписание отправить Феофила хотя бы и насильно на суд в Константинополь, чтобы он перед патриархом Иоанном и собором епископов дал ответ о причинах своей злобы и понес осуждение за свои дела. Царь писал также к папе римскому Иннокентию, прося его отправить от себя епископов в Константинополь на собор для суда над Феофилом. Папа Иннокентий управлял римской церковью с 402 по 417 год. Папа немедленно повелел своим епископам быть готовыми в дорогу и стал ожидать от императора Аркадия уведомления о том, собрались ли восточные епископы. Но царь вторично не писал и потому западные епископы не явились в Константинополь. Между тем Феофил подкупил Александрийского областеначальника и последний позволил ему пробыть в Александрии Индии всякие благовонные ароматы и сладкие яства, которые он мог бы отправить на корабле в Константинополь. В то же время Феофил склонил на свою сторону святого Епифания епископа кипрского и оклеветал перед ним святого Иоанна утверждая будто он еретик так как принял к себе последователей Оригена и с ними причащается. Будучи человеком незлобим Епифания не распознал Феофилово коварство поверил лжи и ревнуя о благочестии проклял Оригеновы книги на поместном соборе в Кипре а затем написал Иоанну послание в котором увещевал его поступить так же. Но Иоанн не спеша с этим делом продолжал изучать Божественное Писание и все свои заботы направил к тому чтобы поучать народ в церкви и приводить к покаянию грешников. Между тем Феофил готовясь к путешествию в Константинополь упросил святого Епифания отправиться туда же. Мы устроим говорил он собор против Оригенитов. Убежденный им Епифания поспешно отправился в Константинополь куда прибыл ранее Феофила. Но прежде его прибытия в Константинополе произошло следующее событие. Жил там один вельможа по имени Феогност человек добрый и богобоязненный. Он был оклеветан перед царем в том будто бы он хулил и злословил царя а царицу называл златоненайсытною и говорил что она несправедливо захватывает чужие имения. Царь разгневался на Феогноста и повелел отправить его в Солунь в заточение а все его богатство имени отнять кроме одного виноградника находившегося за городом который царь позволил оставить жене и детям Феогноста на пропитание. На пути в Солунь Феогност впал в недуг и от печали умер. Жена его в глубокой скорби о своем муже пришла к святому Иоанну и со слезами рассказала ему свое горе. Святой стал утешать ее мудрыми речами и советовал возложить печаль на Бога. При этом он позволил ей ежедневно брать для себя и для своих детей пищу из церковной странной приемницы. А сам выбирал между тем удобный случай когда бы мог попросить царя чтобы он возвратил вдове и детям ее отнятое у них без причины имущества. Но царица по злобе не только воспрепятствовала этому но и причинила величайшее бедствие блаженному Иоанну. Однажды во время собирания винограда Евдоксия проходила мимо виноградника Феогностова который был не в дальнем расстоянии от царских виноградников. Привлеченная его прекрасным видом она вошла в него срезала гроздь своими руками и съела. царское постановление если царь или царица войдут в чужой виноградник и съедят гроздь то после этого хозяин того виноградника более не имеет на него права и виноградник этот причисляется к царским а владелец его или вознаграждается деньгами или получает от царя иной виноградник. Согласно этому постановлению Евдоксия приказала Феогностов виноградник приписать к виноградникам царским. Так она поступила руководясь следующими соображениями. С одной стороны она желала причинить бесчестие вдове и детям ее так как негодовала на нее за то что она приходила к Иоанну и рассказала ему о своем горе а с другой стороны царица изыскивала обвинение против Иоанна чтобы изгнать его из церкви. Она конечно знала что если Иоанн услышит об этом то не будет молчать но станет на защиту обиженной вдовы а из этого возникнет раздор и исполнится ее замысел. Это и сбылось. Действительно обиженная вдова прибегла к блаженному Иоанну и с рыданием сообщила ему что царица отняла у нее виноградник последнюю надежду на прокормление детей. Иоанн немедленно отправил с архидиаконом Евтихием письмо к царице склоняя ее к милосердию напоминая о добродетельной жизни ее родителей о доброжелателях прежних царей приводя ей на мысль страх Божий устрашая ее душу напоминанием о страшном суде Божьем и умоляя ее возвратить виноградник бедной вдове. Царица не повинуясь наставлению Иоанна и не слушая его молений написала ему суровый ответ в котором она ссылалась на древние царские законы и как будто обиженная им гордо заявляла что более не будет сносить такой обиды. Ты писала Иоанну царица не ведая царских постановлений осудил меня в своих речах как совершающий беззаконие и обидел меня но я не потерплю более твоих оскорбительных речей не потерплю и тебя не перестающего наносить мне оскорбления. Прочитав это письмо святой Иоанн сам отправился во дворец к царице где снова кроткими словами стал увещевать ее сильнее прежнего умоляя и настаивая чтобы она отдала виноградник давицы царица отвечала я уже писала тебе о том что установлено прежними царями относительно виноградников пусть вдова выберет вместо своего другой виноградник или получит за свой деньги на это святой сказал она не требует иного виноградника и не ищет вознаграждение за отнятые у нее но просит возвращения отнятого и так отдай ей ее виноградник царица отвечала не сопротивляйся древним царским законам ибо не к добру послужит тебе такое сопротивление не оправдывай свои действия древними уставами и законами которые постановили цари языческие сказал на это святой угодник божий тебе благочестивой царице ничто не препятствует уничтожить закон несправедливый и установить справедливый отдай же виноградник обиженной дабы я не назвал тебя второй изавелью и ты не подверглась бы проклятию подобно этой нечестивой царице израильской когда он произнес это царица воспылалась сильным гневом и огласила воплем царские палаты обнаруживая сокровенный яд своего сердца я сама отомщу тебе за себя и посему не только не возвращу женщине ее виноградника но и другого не дам не дам и денег за присвоенный мною а тебя за обиду накажу достойным образом и она приказала силой удалить святого Иоанна из царской палаты изнанный царицей с таким бесчестием святой Иоанн повелел своему архидиакону и втихию под угрозой наказания исполнить следующее скажи церковным привратникам чтобы они когда царица подойдет к церкви затворили перед нею двери и не позволяли ей всем кто придет с нею войти в церковь пусть привратники скажут ей что так повелел сделать Иоанн когда наступил праздник воздвижения честного креста и весь народ собрался в церковь пришел туда и царь со своими вельможами пришла и цариса со всей своей свитою когда привратники увидели царису то затворили перед нею церковные двери не позволяя ей согласно повелению в следствии сего многие были схвачены и подвергнуты градоначальникам Элленам по вере всевозможным пыткам и мукам причем некоторые умерли но несмотря на это не могли найти виновника пожара еще больше уверились что пожар случился вследствие гнева Божия когда святого везли в заточение то по дороге он претерпел от воинов множество мучений воинам было приказано царице всячески оскорблять и притеснять святого во время пути чтобы скорее изнурить его и довести до смерти поэтому они сажали его на неоседланного осла и быстро гнали животное в один день переходя путь который следовало переходить в два или три дня во время пути Иоанну не давали покоя и отдыха ночевали в простых и грязных гостиницах иногда в домах жидовских и совершали в его присутствии многочисленные скверны ему ему нигде не позволяли войти в церковь и когда святой просил об этом его подвергали всяким ругательствам и оскорблениям кроме того святого томили голодом и отнимали у него положенные ему на дорогу деньги для пропитания таковым озлоблением был веден заточение святой Иоанн Златоуст когда же святому доводилось проходить мимо городов в которых были епископами его враги и друзья Феофила то последние причиняли ему всевозможные обиды при этом некоторые не дозволяли ему войти в город а иные даже поощряли воинов поступать с ними как можно хуже изредка святые отцы пустыножители услыхав о том что святой Иоанн отправляется заточение выходили к нему навстречу и с плачем провожали его об этом сам Иоанн Златоуст в своем послании из Куку к епископу Киряку вспоминает в таких словах много горе испытали мы в дороге но не сокрушаемся ни о чем когда мы проходили по Каппадокии и Таврокилики то целые сонмы отцов святых мужей многочисленные толпы монахов и девственниц выходили нам навстречу и проливали обильные слезы смотря на наше нашествие ссылку они рыдали и говорили друг другу лучше было бы солнцу скрыть лучи свои чем умолкнуть устам Иоанна это привело меня в большое смущение и печаль так как я видел что все что все обо мне плакали о всем же другом что случилось со мной я не заботился так писал о себе сам святой Иоанн когда он был привезен в Малые Армении в город Кукуз его любезно принял в свой дом тамошний епископ Аделфий которому перед прибытием Иоанна было от бога видение с повелением принять святого пребывая в Кукузе святой Иоанн своим учением обратил ко Христу многих неверующих слава святому Иоанне Златоустам далеко распространилась по окрестностям и к нему стекалось отовсюду немало людей желавших видеть его и послушать его учительных словес приходили к святому также многие из его антиохийских почитателей и знакомых молва о всем этом дошла до Константинополя и враги Иоанна взволновались он казался им опасным даже и в заточении своем а потому они решились удалить его еще далее и вот в кукус пришло от царицы повеление отправить Иоанна в пустынное место называемое Пифиунц находившееся на берегу Понтийского моря в соседстве с грубыми варварами город лежал на южном берегу Черного или Понтийского моря вследствие путь проходил во время своего изгнания святой Иоанн во время этого пути он и скончался не задал до кончины блаженного когда он по обычаю своему стоял ночью на молитве к нему пришли святые апостолы Петр и Иоанн которые являлись к нему и раньше когда он подвязался в антиохийском монастыре святые апостолы сказали ему радуйся добрый пастырь словесных овес христовых крепкий страстотерпец мы посланы к тебе общим владыкою нашим Иисусом Христом дабы помочь тебе и утешить тебя в скорбях и трудах которые ты понес за чистоту своей души ибо ты подражая Иоанну Крестителю обличил беззаконующих царей мужайся и крепись тебе уготовано многое воздаяние царствия небесном мы благовествуем тебе великую радость по прошествии немногих дней ты отойдешь к Господу Богу Твоему и будешь вечно блаженствовать с нами в царстве небесном и так уповай ибо ты победил врагов посрамил ненавидящих тебя и одолел супостата дьявола и вдох тебе будет кишеть червями станет призывать тебя на помощь но помощи не найдет и умрет в страшном недуге она будет жестоко страдать и ни на минуту не получит облегчения так как восприимет эту казнь от Бога после всего они подали ему нечто съедобное и сказали возьми и съешь дабы после этого уже не требует другой пищи в этой жизни а это будет довольно для тебя и до того времени когда предашь свою душу в руки Божии святой Иоанн взяв поданное ему съел их присутствие и возрадовался после того явившиеся апостолы удалились от него с Иоанном были два присутера и один диакон которые шли с ним в изгнание из Константинополя и не отступали от него будучи связаны с ним узами любви они своими глазами видели как к Иоанну приходили апостолы слышали все речи их и благословляли Бога сподобившего их пострадать с угодником Божиим в несколько дней пути изгнанники достигли до Каман близ этого города находилась церковь святого великомученика Василиска епископа Каманского который при нечестивом царе Максимиане пострадал за Христа в Некомидии вместе с антиокийским пресс-фитером Лутианом при этой церкви они переночевали на другой день был праздник воздвижения честного креста и в ночь перед праздником блаженному Яну явился святой мученик Василиск брат Иоанн мужайся ибо завтра мы будем вместе тот же святой мученик явился и пресс-фитеру своей церкви говоря приготовь место для брата Иоанна ибо он идет к вам он идет к нам с наступлением дня Иоанн упрашивал воинов пробыть в Каманах у церкви святого Василиска до пятого часа но они не послушались его и стали продолжать путь стараясь ехать как можно скорее они держали путь по воде и плыли очень скоро наподобие пернатой птицы так в течение нескольких часов отплыли от города тридцать стадий однако по божественному промышлению они снова пристали к берегу около церкви святого Василиска чему весьма удивились Иоанн опять стал умолять их чтобы они немного обождали на том месте пока он помолится в церкви признавая действия силы Божьей в том что они против желания пристали к тому месту откуда отплыли воины решились исполнить желания Иоанна тогда святой вошел в церковь спросил светлые церковные ризы и переодел на себе всю свою одежду начиная с обуви затем свои одежды он раздал находившимся с ним на корабле и в церковных одеждах совершил литургию и причастился при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой потом благослови всех присутствовавших и отдав им последнее целование возлегся словами слава Богу за все и след затем предал дух свой в руки Божии это было в самый день воздвижения честного креста Господня таким образом святой угодник Божий в течение всей своей жизни несший крест свой распинаясь для мира и все распинаясь Христу кончался в день посвященный памяти честного креста ради праздника воздвижения животворящего креста Господня церковь совершает память святого Иоанна Златоустого не в 14 день сентября когда святитель приставился но в 13 день ноября сверху памяти совершается еще 27 января он был положен в той же церкви где и умер неподалеку от гроба святого мученика Василиска так сбылось предсказание святого Этифания Кипрского который говорил святому Иоанну и ты не дойдешь до того места на которое тебя изгонят действительно святой Иоанн был введен в Пифиунт а приставился в каманах не дойдя до Пифиунта так то угас церковный светильник так умолкли золотые уста так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник и страдалец проживший шесть лет на патриаршем престоле и проведший три года в изгнании переводимый с места на место Златоуст умер шестидесяти лет от рода в четыреста седьмом году архиепископом был шесть с половиной лет в доточении три года и три месяца когда умер святой Иоанн следовавший за ним до самой его смерти два пресвитера и диакон оплакав смерть отца своего отправились в Рим к папе Иннокентию и подробно сообщили ему обо всем что претерпел святой Иоанн по злобе врагов его они рассказали о кончине его и о том как раньше его представления к нему приходили святые апостолы Петр и Иоанн Богослов что они говорили ему и как явился ему святой мученик Василис выслушавший все Иннокентий весьма удивился и стал скорбеть о великом угоднике пострадавшем за правду об обстоятельствах изгнания и смерти святого Златоуста папа сообщил западному императору Гонорию брату Аркадия и они оба горько сожалели об этом и немедленно написали послание старю Аркадию папа от себя написал кровь брата моего Иоаннова пиет к Богу против тебя царь подобно тому как древливо пияла кровь Авеля праведного против братоубийцы Каина и эта кровь будет отмщена так как ты в мирное время возник гонение на церковь Божию ибо ты прогнал истинного пастыря Христова а с ним вместе ты и знал и Христа Бога а паства его предал в руки наемников а не истинных пастырей Христовых это и другое письмо писал Иннокентий к Аркадию отлучая его и вдохся от божественных тайн а вместе с ними и всех сообщников их которые участвовали в низвержении святого Иоанна Феофила же отлучал не только от Сана но и от церкви призывал его на соборный суд чтобы получить заслуженное наказание Гоноре со своей стороны Я не знаю каким искушением ты прерстился брат доверившись жене своей и по ее настояниям устроив то чего не сделал бы ни один благочестивый царь христианский находящиеся здесь епископы и преподобные отцы воюют против вас царицы за то что вы не изверглись престола без суда и вопреки канонам великого божия архиерея Иоанна и истомив его жестокими муками предали насильственной смерти в конце этого письма Гоноре призывал Аркадия принести покаяние перед Богом и отмстить тем которые были виновниками изгнания Янна получив послание от брата и от папы император Аркадий впал в сильную скорбь и страшную боязнь разыскав в городе тех которые восставали против Янна он предал их различным казням одних подвергнул сечению мечом иных с бесчестием лишил сана некоторых епископов судивших святого Яна и находившихся тогда в Константинополе царь повелел схватить и с позором заключить в народной темнице в числе таких находился и Хирион сын Феофилова брата к самому же Феофилу он писал весьма строгое письмо повеляя ему быть готовым к суду в Солуне чтобы восприять достойное наказание за свою злобу не избежала гнева Аркадия и сама жена его царица Евдоксия Аркадий удалил ее от себя заключил в отдельный дворец и всем кроме рабыни запретил к ней приходить вместе с этим он отправил ссылку сродников царицы которые вместе с ней злоумышляли на святого и у одних из них отобрал имение а других заключил в темнице и подверг истязаниям и мукам затем он написал к папе Иннокентия о всем что он сделал смиренный с раскаянием и спрашивая у него прощения он писал также к брату Гонорию прося его умолить папу снять с него отлучение вскоре Аркадий получил просимое прочитав смиренную его просьбу папа принял его покаяние и писал к блаженному Проклу который был тогда епископом кизическим дабы он снял с царя отлучение и сподобил его святых таинств а блаженного Иоанна сопричислил к лику святых когда все это так происходило Бог отмщений Господь сам отмстил врагам своего угодника Иоанна он подверг их жестоким наказаниям еще на земле так что все они умерли лютой смертью при этом все епископы клирики светские сановники и вообще все те люди которые несправедливо восставали на святого Иоанна покрылись болезненными нарывами сгноившими всю плоть их доведшими их до смерти у одних иссохли руки и ноги у иных загнило все тело и во множестве появились черви так что в течение долгого времени от них исходил нестерпимый смрад один один из числа неправедных судей осудивших блаженного наизгнание упал с лошади и внезапно умер переломив правую руку которой он подписывал несправедливые обвинения против неповинного Иоанна другой сделался немым и сухоруким и так скончался у третьего увеличился язык изрыгавший хулына святого Иоанна и до того распух что он не мог говорить тогда он исповедал грех свой написав его на Харфии и можно было видеть проявление страшного гнева Божия обрушившегося различными казнями над виновниками Иоаннного изгнания Александрийский патриарх Филофил вследствие кончины римского папы Иннокентия избежал человеческого суда и наказания но не избежал суда Божия он сошел с ума и от этого недуга умер у халкидонского епископа Кирина сгнили ноги их неоднократно пилили врачи чтобы он весь не сгнил но все же плоть его не переставала гнить и он умер после того как ноги его были отпилены до колен грозный суд Божий также постиг и злосчастную царицу Евдоксию будучи уязвлено печалью и стыдом она запалилась сильным кровотечением ее плоть кишела червями как предрекли апостолы блаженному Иоанну от нее неслось такое зловоние что мимоходящие не могли стерпеть смрада ее плоти многие опытнейшие врачи лечили ее и окуривали благовонными ароматами но безуспешно тогда она спросила их почему вы не можете врачевать меня от моего недуга они же не осмеливались объяснять ей этого если вы говорила им царица не знаете причины почему я не могу выздороветь что я вам скажу я получила этот недуг вследствие божественного гнева постигшего меня за зло причиненные патриарху Иоанну фиагностовым детям она возвратила виноградник отнятый у них и многим другим возвратила все что отняла несправедливо однако она не получила исцеления и в том недуге скончалась после ее смерти для изобличения ее беззакония гро в котором она была положена в течение 32 лет постоянно сотрясался и так продолжалось до времени перенесения честных мощей святого Иоанна Златоустого из Каман в Константинополь перенесены были 27 января 438 года при императоре Феодосии II младшем и при Константинопольском патриархе Прокли перенесение было совершено с великим торжеством император выехал навстречу в Халкидон и повершись на землю молил святителя простить родителей его Аркадия и Евдокфию весь залив Константинопольский покрылся освященными ладьями и народ с благоговейной радостью встречал останки великого пастыря так наказал господь врагов святого Иоанна самого же праведника он прославил следующим образом епископ Адельфий любезно принявший Иоанна в свой дом в Кукузе услышав о представлении святого впал в великую печаль и стал прилежно со слезами умолять Бога дабы он показал ему в каковом ликостоянии святых обретается Иоанн однажды молясь об этом он пришел в выступление и увидел светлого и радостного юношу взяв Адельфия за руку юноша отвел его на светлое место и показал ему лик святых церковных учителей оглянувшись туда и сюда Адельфий хотел увидеть Иоанна и нигде не увидел его показав Адельфию каждого учителя патриарха константинопольского юноша поспешно вывел его оттуда идя за ним Адельфий был опечален потому что не увидел блаженного Иоанна в сонме святых отцов но когда он выходил из того светлого места некто стоявший в дверях удержал его за руку и сказал зачем ты уходишь отсюда с такой скорбью если кто и войдет сюда печальный то отсюда возвращается веселым а ты поступаешь наоборот вошел сюда веселым а выходишь печальным Адельфий отвечал потому я скорблю что не видел среди церковных учителей возлюбленного для меня Иоанна ты разумеешь спросил тот Иоанна проповедника покаяния да ответил Адельфий тогда стоявший в дверях рая сказал ему человек находящийся в теле не может видеть его ибо он предстоит престолу Божию который окружает хирургимы и серафимы получив такое известие о святом Иоанне Адельфий возрадовался и прославил Бога открывшего ему эту тайну таким образом святой Иоанн после многих волнений бурь бед и скорбей которые он претерпел за правду пристал к тихому небесному пристанищу где радуясь ангелами славит Отца и Сына и Святого Духа единого в Троице Бога Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала в Троице Бога Субтитры создавал DimaTorzok